Здравствуйте, друзья! С вами Рыбковская Ольга. Сегодня мы с вами поговорим об углеводах. Что такое хорошие углеводы, что такое плохие углеводы, что такое на самом деле сахар, из чего он берется. И рассмотрим такое сложное, незнакомое для многих, может быть, понятие, как гликемический индекс. Итак, сегодня мы разберем следующие вопросы. Что же такое простые и сложные углеводы, то есть плохие и хорошие? Почему простые углеводы – это плохо? Почему их нужно избегать? И почему чем больше мы едим сложных углеводов, тем для нас с вами лучше? И для начала давайте с вами проведем вот такую небольшую векторину. Сейчас мы с вами будем относить определенные продукты либо к белкам, либо к жирам, либо к углеводам. И проверим, вернее, вы проверите сами для себя, насколько вы понимаете, что к чему относится. Итак, то, что я перечислила – белки, жиры и углеводы – это основные источники нашей энергии. Это то, откуда мы черпаем энергию. Это жиры, углеводы или сахар и белки. И давайте посмотрим, какие продукты относятся к жирам, какие относятся к углеводам и сахарам, а какие относятся к белкам. Итак, грецкие орехи появились у нас на горизонте, и они у нас относятся к жирам. Почему? Потому что основное содержание грецких орехов – это полиненасыщенные жирные кислоты. Но, кстати, растительного белка там тоже очень и очень много. Вот такой интересный овощ или фрукт, я даже не знаю, как его назвать, скорее овощ – авокадо. Он тоже относится к жирам, но я тоже хочу уточнить, что в нем очень много растительных аминокислот, очень для нас полезных. Ну, рыба, конечно, у нас относится к белкам, яйца у нас тоже относятся к белкам, да, вне всяких сомнений. Вот такая разноцветная вермишель, она у нас пойдет в углеводный ряд. Это чистые углеводы, причем углеводы простые, то есть плохие для нас с вами. Это чистой воды сахар. Вот он просто в таких пакетиках интересных. Это, естественно, тоже чистые углеводы, то есть простые. Картошка у нас тоже относится к простым углеводам. Ну, мясо, естественно, у нас относится к белкам, да. Вот эти сладости, вне всякого сомнения, снова у нас идут в углеводный ряд. А вот это, друзья, у нас уже пошли сложные углеводы. Это фрукты, и они относятся уже к сложным, то есть к хорошим, к полезным углеводам. Масла у нас относятся к жирам, к растительным жирам. Вот такие печености, всякие булочки, вкусные, аппетитные, конечно же, у нас идут в углеводный ряд. И овощи, куда бы нам их поставить. Вот они у нас немножко тут заблудились, но мы их отнесем к углеводам, потому что овощи у нас тоже хорошие углеводы, то есть сложные углеводы. Итак, если вы смотрели урок «Мой о правильном завтраке» здесь, на этом сайте, то вы узнаете, что все углеводы, которые мы едим, в той или иной мере превращаются в сахар и приводят к выработке инсулина, то есть к инсулиновой реакции. Но вопрос, в какой мере тот или иной продукт способствует этой инсулиновой реакции. Давайте посмотрим. Сначала определимся с цифрами, с нормами и посмотрим, сколько в 100 граммах сахара содержится в столовых ложек и, соответственно, сколько в одной столовой ложке граммов сахара. В 100 граммах у нас 5 столовых ложек и в одной столовой ложке у нас 20 грамм сахара, чтобы нам было легче считать. Итак, чем же так нехороши простые углеводы? Печености всякие, сахар, картошка, рис. Дело в том, что при минимальной пищевой ценности, питательной ценности, там мало микроэлементов, там мало витаминов, они дают нам максимальное количество сахара. И давайте посмотрим. Итак, посмотрите, в 4-х столовых, вернее, в 100 граммах продукта, вот печеных изделий, да, содержится аж 4 столовых ложки сахара. В такой выпечке, более плотной, да, с маслом, это песочное тесто, 5 столовых ложек сахара. В хлопьях с молоком, да, которыми мы иногда и завтракаем, или ужинаем, 5 столовых ложек сахара. 4 столовых ложки сахара в 100 граммах картофельного пюре. 4,5 в вермишеле, в рисе. И это всего 100 граммов этого продукта. Сразу хочу сделать вот такую оговорку, чтобы вы были в курсе. Вообще, взрослому человеку, я даже не говорю о детях, детям, естественно, в разы меньше, взрослому человеку в течение дня требуется всего лишь 3 чайных ложки сахара. 3 чайных ложки. Это с учетом того, что в эти 3 чайные ложки входят все сладкие и фрукты, которые мы едим, и овощи, которые мы едим. То есть все это входит в эти 3 чайные ложки. Вы можете себе представить, насколько больше нормы мы с вами употребляем углеводов в течение суток. А теперь давайте посмотрим, чем же так хороши сложные углеводы. Почему нам на них нужно обращать внимание, когда мы составляем рационы свой и наших детей. Дело в том, что сложные углеводы дают нам максимум питательной ценности, то есть в них и витамины, и микроэлементы, и другие питательные вещества. И они нам дают минимум сахара. И теперь давайте посмотрим, сколько в 100 граммах, например, овощей, или фруктов, или бобовых, или ягод, сколько в них содержится сахара. Вы видите, что это на порядок меньше, даже больше. Больше, чем на порядок. То есть в разы меньше сахара. 1 столовая ложка, 0,2 столовых ложки, 0,6 столовых ложки. То есть вот почему нужно нам обращать наше внимание именно на сложные углеводы. Но мы с вами, конечно, уже грамотные, и когда мы пытаемся уберечь своего ребенка от избытка углеводов, мы стараемся давать ему меньше сладостей, таких явных сладостей. Конфет, пирожных, печенье, шоколады. Но, тем не менее, к сожалению, далеко не все понимают, что то же самое мучное, та же самая булочка, та же самая банальная картошка, и рис, и так далее, это тоже простые углеводы. И они точно так же, как обычный сахар, имеют минимум питательной ценности, и в нашем организме они практически полностью превращаются в сахар. То есть все углеводы превращаются в сахар, и простые превращаются в сахар в большом количестве. Итак, все продукты, в основе которых лежат простые углеводы, вне зависимости от того, сладкие они или нет, превращаются в сахар. Вермишель может быть не сладкой, рис может быть не сладким, картошка не сладкая. Тем не менее, в 100 граммах продукта 4 столовых ложки сахара и, соответственно, высокий гликемический индекс. И что же мы получаем в результате постоянного потребления простых углеводов, в результате постоянной инсулиновой реакции и высокого гликемического индекса, который дают нам вот эти продукты? Мы получаем болезни развитого общества. То есть это лишний вес у наших детей. И я не говорю о нас уже, да? И диабет, и сердечно-сосудистые заболевания. То есть это болезни развитого общества. И вот давайте рассмотрим путь, как же у нас углеводы превращаются в сахар. То есть мы едим углеводы. Сахар, крахмал, неважно, что это, в чем это. С помощью ферментов в нашем организме они превращаются в глюкозу. Глюкоза усваивается в кишечнике. Далее она попадает в кровоток. И далее наш организм, естественно, на высокий уровень сахара, который у нас получается в крови, он у нас реагирует. Как он у нас реагирует? То есть поджелудочная железа начинает вырабатывать инсулин. Инсулин снижает уровень сахара в крови. Вследствие этого он накапливает его в мышцах. И печень наша превращает сахар в жир. И накапливает жир в жировых клетках. Вот так вот обычная вермишель или обычная картошка или обычная рисовая каша превращаются вот в такие некрасивые жировые отложения. Итак, по какому же пути мы должны с вами выбирать продукты? Когда мы испытываем чувство голода? Есть один путь, когда мы, испытывая чувство голода, выбираем продукты, содержащие простые углеводы. То есть захотели перекусить, купили булочку с чаем или съели пирожное, или съели конфетку. То есть мы выбрали простые углеводы. Что же происходит? Инсулиновая реакция, излишки сахара превращаются в жир, набор веса и, соответственно, болезни. И когда мы идем по другому пути, когда мы выбираем продукты, которые содержат сложные углеводы, тогда у нас нет никакой инсулиновой реакции, то есть сахар у нас не повышается. Организм начинает мобилизовать сахар из собственного жира, для того, чтобы получить энергию для нас. И в результате мы получаем снижение веса и здоровья. И для того, чтобы выбирать хорошие углеводы и избегать плохих углеводов, то есть выбирать сложные, избегать простых углеводов, давайте посмотрим на таблицу гликемических индексов. Что же такое гликемический индекс? На самом деле это очень просто. Это определенное число, которое определяет, в какой мере тот или иной продукт оказывает влияние на инсулиновую реакцию в крови, то есть вызывает повышение содержания сахара в крови и, соответственно, нагружает или не нагружает поджелудочную железу, потому что, как я уже сказала, инсулин вырабатывает именно она, поджелудочная железа. Вот таблица гликемических индексов. Вы можете просто это распечатать, можете найти в интернете. В интернете легко найти таблицу гликемических индексов. И просто я сейчас скажу, как пользоваться этой таблицей, какие углеводы вызывают ускоренное выпадание сахара в кровь. Вот если свыше 70 гликемический индекс идет быстрая инсулиновая реакция, то есть сахар попадает в кровь, инсулин прыгает, сахар растет, и, соответственно, у нас происходят очень нежелательные реакции в организме. Если 55-69 гликемический индекс – это умеренная инсулиновая реакция, это еще терпимо. Если гликемический индекс ниже 55, инсулиновой реакции нет вообще. И посмотрите сейчас, что из этих продуктов, какой гликемический индекс имеют вот эти продукты, которые вы видите на картинке. У хлеба 100, у яблока 54. Отлично. 79 у попкорна. 83 у риса. Выше нормы, да? 51 у йогурта. 68 у гороха. 60 у персика. То есть умеренная насулиновая реакция. Посмотрите, какие замечательные молодцы огурцы. Всего 20. У морковки, обратите внимание, 101 гликемический индекс. 104 у картошки. 20 у арахиса. Очень, кстати, полезный орех. 110 у слайсов, которые некоторые считают диетической пищей. 119 у хлопьев с молоком. 100, соответственно, у чистого сахара. Он берется как бы за эталон. И всего 10 у нашей любимой капусты. Имейте это в виду. Это всего лишь некоторые продукты, которые будут в вашей таблице гликемических индексов. Просто обращайте внимание, примерно хотя бы, да? И знайте, какой продукт, какой гликемический индекс имеет. Итак, друзья, для того, чтобы быть здоровыми, снижать, набирать, контролировать вес, необходимо выбирать продукты с низким гликемическим индексом и высоким индексом питательной ценности. Таблицу питательной ценности продукта вы, опять же, можете найти в интернете. То есть за питанием наших детей нужно в этом плане очень и очень хорошо следить. И наоборот, если речь идет о простых углеводах, да? И, соответственно, о высоком гликемическим индексом, то есть имейте в виду, что питательная ценность далеко не на высоте, и таких продуктов надо избегать. Итак, друзья, теперь вы знаете, что такое простые сложные углеводы. Почему простые углеводы – это плохо, почему их нужно избегать, и почему чем больше мы употребляем сложных углеводов, тем для нас лучше. Ниже я приведу вам фильм, который еще более наглядно вам покажет, сколько сахара мы даем нашим детям. А на этом, в этом видео я с вами прощаюсь. Желаю вам быть здоровыми. И до встречи. С вами была Рыбковская Ольга. Пока!